Успеть до депортации тысячи трудовых мигрантов в Московской области сейчас пытаются продлить свои патенты. Мораторий, который был введен на время пандемии, заканчивается меньше, чем через месяц. Екатерина Зинурова расскажет. Путилковское шоссе в сторону Московской кольцевой. Тысячи иностранцев толпятся на дороге. На обочине мешают движению, пытаются поймать автобус. Все разом стремятся в самое известное для мигранта место. 69-й километр МКАД, единый миграционный центр. Именно здесь выдают разрешение на работу и пребывание в стране. Ажиотаж с начала недели, когда, напомнили, мораторий заканчивается. 15 июня этого года истекает срок действия указа президента, которым были введены временные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Данным указом было приостановлено течение срока временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в связи с чем им не нужны были основания для нахождения. И можно было, если у вас нет работы, не оформлять разрешение на работу. Из гуманитарных соображений мы понимаем, что человек домой уехать не может, работы у него нет. И еще брать с него налог на доходы, которых нет, корректно, неправильно. Теперь, если нет разрешения на работу, до середины июня страну нужно покинуть. Отсюда очереди желающих все оформить по закону. Пришлось увеличить штат сотрудников и число бесплатных автобусов до миграционного центра. Да и ходят они теперь аж с трех часов ночи. Уже сегодня автомобилисты вздохнули спокойно. Дорога свободная? Есть тут какие-то проблемы? Нет, нет, все нормально вроде здесь. Все нормально, да? Свободно дышатся и на месте. Навесы от жары, бесплатная вода и бутерброды. Рабочий день персонала увеличили на 4 часа. Каждые 5 минут у нас новый клиент. И получается нам нужно обслуживать для того, чтобы быстрее пропустить человека. Такая мотивация, очевидно, не только с моральной точки зрения, но и сугубо экономической. Работодатели сейчас как никогда заинтересованы в легализации тех, кому грозит выдворение страны. Единственная проблема с миграцией связана с тем, что мигрантов не хватает. И пока границы закрыты, они приехать не смогут, их также будет не хватать. Как только нормально восстановится авиасообщение, железнодорожное сообщение, автомобильное сообщение, вот тогда проблема и будет решена. По данным МВД, прямо сейчас в России почти 1,2 млн нелегалов из стран бывшего Союза. И для всех этих людей работа найдется. Для упрощения процедуры получения патентов по поручению президента готовят и новый закон. У нас разные режимы. У нас есть страны ЕАЭС, там одни правила. Страны СНГ, другие, визовики, третьи, высоколюсцированные специалисты, четвертые. Все очень-очень разное. Вот тот новый закон, который пишется и который будет принят осенью, он это все унифицирует и будет сильно проще. Каждый мигрант понимает, какие у него должны быть документы, понимает, где и как их оформить. Если он их, соответственно, не оформит до нужного срока, который он тоже знает, то, соответственно, его тогда поймают и выборят просто. Главная цель предстоящих изменений – сделать так, чтобы пребывать и работать в России легально было выгоднее и проще, чем наоборот. Екатерина Зинурова, Глеб Стерхов, Юлия Козлова, МИР24. Тем временем директор Федеральной службы исполнения наказания Александр Калашников предложил организовать на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, трудовые лагеря для осужденных. Там люди будут жить и работать, им будут платить за труд. Об этом сообщает ТАСС.